Пожалуйста, обратите на меня внимание. Похвалите меня. Спасибо. Почему меня никто не замечает? Я что, напрасно распинаюсь тут или что? Классно. Вы знаете, любое из этих предложений, из этих посылов, оно очень актуально в современном обществе, в церкви в том числе. И, наверное, любой из этой фразы можно было бы озаглавить наше сегодняшнее духовное размышление. Перед тем, как откроем Библию, скажите, у вас бывало такое в жизни, что вы чувствовали, как выкладываетесь по полной? Вы что-то важное делаете, вы служите, а рядом есть люди, которые бездельничают, и вам казалось, что максимально несправедливое что-то происходит. И вам хотелось изменить эти все обстоятельства. Вам хотелось, чтобы это заметили, исправили, и еще, конечно же, подметили то, как вы здесь были хороши. Я в своей жизни переживал такое не раз, честно говоря. Как мне кажется, по моей нескромности, возможно, здесь я был на стороне того лагеря, который как раз что-то делал и подмечал тех, кто что-то не делал. Но, возможно, даже среди этого потрясающего общества, среди нашей общины найдутся те, кто вспомнил меня как раз на другой стороне лагеря, среди тех, кто ничего не делал в то время, когда кто-то делал. Вот там уже кто-то сейчас наверняка возмущается и говорит, что сейчас что-то не то происходит. Я однажды стал свидетелем очень интересного разговора среди служителей, которые как раз делали что-то важное, исполняли супер качественно свои обязанности. Это те люди, которые стараются всегда прийти вовремя, у них это получается. И слышал следующие фразы. Почему мы здесь одни сейчас? Где вся остальная команда? Почему я должен делать вот это все так, когда того человека, который должен делать вот ту сферу обязанностей, он ее делает плохо? Он постоянно с кем-то разговаривает. Их было всего двое этих людей, когда я слышал. И вы знаете, я очень сильно понимаю ход таких мыслей. Никогда не забуду, когда в лагере, это был один из первых лагерей, где я участвовал еще как лидер, наставник для молодежи. Были координаторы лагеря, которые приглашали меня в команду. И я помню на пляже, когда это была детская смена после молодежной, я выпахивал две смены. Я старался как мог. И смотрю другие мои коллеги, лидеры, наставники, которые реально халтурили. Мне казалось, что они постоянно халтурят. Мне казалось, что постоянно, когда я, например, ограничил себя в купании, ограничил себя в волейболе, в футболе для того, чтобы довести свое дело на максимум, чтобы сделать лучше, больше, чем, возможно, даже где-то требуется, то эти оболтусы, эти разгильдяи, эти вонючки, и как бы там их еще можно было назвать, они постоянно находили время для того, чтобы расслабиться, насладиться жизнью. Как они вообще могли? Как они вообще посмели? Такое чувство несправедливости. Дай бы мне что-то такое мягкое, но основательное, я бы вмазал каждому. Так, знаете, чтобы поняли, что это нехорошо. Интересно, в Библии есть одна очень сильная история, которая меня вдохновляет, где-то немножечко обличает и дает покой в тот же самый момент. И я бы хотел поделиться этой историей с вами. Вы ее знаете хорошо, но можно вас попросить прочитать ее еще раз. Луки 10 глава. Луки 10 глава с 38 текста мы читаем. «В продолжении пути их пришел Он, Иисус, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса, слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, что помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Классная история. Она подкупает своей простотой и силой того послания, которое в ней заложено. Когда я перечитываю эту историю раз за разом, то я открываю для себя все новые уроки. И сегодня хотелось бы поделиться с вами некоторыми из них. Первое, что хотелось бы подметить, это то, что излишняя суета и недовольство делает из мохи слона, а из перспективно радостных Божьих служителей обидчивых нытиков. Марфа и Мария – две сестры, вы знаете, у них был еще брат, Лазарь. Мы не видим большого описания этих личностей в Библии. Мы видим только некоторые истории, связанные с ними, это одна из них. Две сестры, обе знали Иисуса. Обе находились в одном доме, в одной квартире, можно так сказать. Но очень по-разному вели себя в этой ситуации. Не написано, не уточняется точно, Иисус сам пришел или Марфа его пригласила. Мне кажется, когда я читаю эту историю, что Иисус ходил и Марфа пригласила его в дом. Может быть и иначе. Мне кажется, что Марфа пригласила. Но то, что мы видим наверняка, то, что она очень сильно клопотала о том, чтобы все было хорошо, чтобы все было классно. В моих глазах, читая эту историю, и не только эту, кстати, есть еще одна история, где описана Марфа. Для меня Марфа, она такой, знаете, сильный администратор. Это человек, у которого все схвачено, человек, который знает, знает, что где должно стоять, знает, кто за кем должен выйти, какое блюдо за каким должно быть вынесено, знает, сколько должно быть порций и сколько должно быть добавки, потому что наверняка Петр ест больше, глядя на его габариты, к примеру. У нее все схвачено. Но она не может освободиться от чувства вот этого суеты, беспокойства, ощущения этого беспокойства. И это ощущение беспокойства, оно не позволяет ей, не позволяет ей служить то, что она делала. И она делала это очень качественно. Никто бы не мог придраться, никто бы не мог сказать на планерке служителей, что, слушай, Марфа, ну ты там, конечно, накосячила, ты там не дотянула, ты там тарелку не помыла или не доставила, там не придерешься. Но за вот этим всем, вроде бы, как совершенством, педантизмом, вот это беспокойство, суета, оно не позволяло ей делать это с радостью. И позволяло, точнее, заставляло, принуждало, по сути, вот это ее беспокойство и суждение, как то, где другие люди делают, оно способствовало тому, чтобы у Марфы было ощущение, внутреннее чувство недовольства. Недовольство в служении это что-то такое, знаете, как в классике жанра ложка дегтя в бочке меда. Недовольство в служении не позволяет тебе получить все благословения, которые ты можешь получить от того же служения, и это не позволяет тебе на самом деле стать выше, лучше и ближе к Богу или ближе к тому, ради кого, для кого ты служишь. Конечно, тут очень тонкая грань, и кто-то может испугаться и сказать, подожди, мне настораживает пастор то, что ты говоришь. Не будешь ли ты подводить к тому, что сегодня, выйдя отсюда, те, кто раньше как раз косячили, те, кто делал ошибку, кто не до конца ответственно подходил к тому или иному служению, они выйдут с таким, с мощным алиби, с основанием продолжать так делать, и это же будет нехорошо. И, конечно, это будет нехорошо. Но я верю искренне, что каждый из нас поймет, что это не так. И весь это послание, она этой истории вообще, она не о том, чтобы оправдать тех, кто что-то не так качественно делает. Она реально о другом. И я надеюсь, что действительно каждый это прочувствует. Я хочу сказать, что это не только связано со служением в церкви, это повседневная жизнь наша, друзья мои. Ведь на работе мы тоже можем с таким столкнуться. Когда мы что-то делаем, для своего начальника, чтобы получить повышение на работе или чтобы больше, опять же таки, прибыли в этом месяце получить и так далее. Мы очень-очень сильно хотим, чтобы, во-первых, у нас все получилось, чтобы мы сделали качественное, но и чтобы все остальные тоже работали по нашему сценарию. потому что нам очень плохо изнутри, мы мучаемся, нам нету места для радости полной, когда мы видим, что кто-то получает столько же, сколько мы, а возможно даже больше иногда, но при этом успевает насладиться жизнью и что-то где-то не доделать. Поэтому здесь очень важно, друзья мои, здесь очень важно ощущать и помнить всегда о том, что излишняя суета, и мы сейчас подойдем к вопросам мотивов, что важно, играет огромную роль в нашем служении, в нашей работе. И смотрите, что здесь крайне необходимо понять следующее. Иногда, когда нас обижают люди, иногда, когда нас обижают люди, мы почему-то обижаемся на Бога. Так бывает очень часто. Смотрите, история гласит о том, что Марфа, которая приняла в дом Иисуса, у нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слова Его, слово Его. А Марфа заботилась обо всем этом написано. Заботилась о том, чтобы всем было покушать, чтобы все ушли с осознанием того, что это классный дом, это классное место, хотелось бы туда вернуться еще. И не написано, сколько длился этот период времени, когда Марфа клопочет на кухне, она уже там долепливает эти вареники, она уже пытается просчитать, как все сделать так, чтобы все остались супер довольными Иисус в первую очередь. Но она не может просто, она не может оторвать взгляда от Марии, которая сидит, а не работает вместе с ней. Но здесь интересный нюанс. Когда приходит Марфа в комнату, она просто уже не выдержала, она хочет высказаться, и это хорошо. Я хочу обратить внимание, очень хорошо, когда человек все-таки не сдерживает это в себе, высказывается. Но посмотрите, она приходит и к кому обращается. Марфа приходит и говорит, Мария, ну в конце-то концов, послушай, ну мне помощь нужна твоя, ты подумала об этом. Мне тяжело смотреть, как ты здесь сидишь, и мне тяжело на кухне работать, потому что я одна. Мы видим, что не так. Мы видим, что она приходит и обращается к кому? К Иисусу. Она говорит, Господи, тебе что, нужды нету, что так происходит вообще? Тебе что, все равно, что происходит сейчас? Ты этого не видишь? Ты же Иисус, ты этого не видишь? Знаете, когда я вчитываюсь в эту историю, я понимаю, что наверняка Марфа обратилась к Иисусу не просто так, как к наставнику, который должен сейчас повлиять на сестру, к которой она уже тысячи раз сама подошла, но нету никакого результата. Если бы действительно Марфа так сильно нуждалась в помощи сестры, если бы действительно там была такая кричащая несправедливость, я убежден в том, что Иисус бы вмешался и направил Марию на путь истинный. Сказал, Мария, солнце, ты мое ясное, еще будет время послушать. Ты пойди, помоги сестре, которая там бедняга за двоих отпахивает на кухне, а потом придешь послушаешь. Но мы видим, что Иисус так не говорит. И почему тогда Марфа обращается к Иисусу? Я вижу здесь две причины. Две причины. Первое. Я вижу, что в действительности Марфа, мне так кажется, вы можете со мной подискутировать, но я вижу в этой истории то, что Марфа, она была таким человеком, которая на самом деле не так часто нуждалась в помощи. Знаете, есть такой типаж людей, которые готовы все сделать сами, которые наоборот говорят, что послушай, ты мне здесь, пожалуйста, не мешай, потому что лучше иди туда. Я справлюсь. Я справлюсь. Но, конечно же, при этом все должны видеть, как ты справляешься. Все должны видеть, какая ты умничка, сколько ты всего делаешь. Ты работаешь за двоих, и ты все успеваешь. Ты смотри, ты несмотря на свою загрузку, несмотря на то, что тебе нужно работать, потому что мы не видим, что здесь родители есть. Родители не фигурируют, они были взрослые люди, наверняка каждый работал. Марфа тоже работала, она не была домохозяйкой, нигде не сказано про мужа Марфы, бизнесмена, который сидит и говорит, вот Марфочка, ты там прими гостей, пусть все знают, какой у нас дом потрясающий, я тебе обеспечу, а ты там займись хозяйством. Наверняка ей нужно было как-то это все совмещать, и Марфа, наверное, хотела, чтобы увидели, что посмотрите, ну посмотрите, ну обратите внимание, обратите внимание, как здесь все здорово, как здесь все здорово, как вот у меня получается и то, и то, и другое, и Иисус, ты это видишь или нет? Почему я там все для тебя и для твоих учеников делаю, а ты общаешься сейчас с Марией? Это было замечание Иисусу, в первую очередь, не Марии. Почему меня не замечают? И второй момент, второй момент, это то, что, точнее, я уже сказал эти два момента. Первый, это то, что она была самодостаточной личностью, как я вижу это в этой истории. А второе, причина того, что она пришла туда, в эту комнату, не было той, что ей нужно было Марию увидеть и Марию привлечь. А ее возмущало то, что ее не замечают. Ей казалось, что ее не замечают. Ей казалось, что ей должны воздать сейчас больше почестей, ну, хотя бы каких-нибудь, никто не говорит о материальном, но хоть на словах. И поэтому, друзья мои, в нашей жизни тоже, когда мы обращаем внимание, какая-то несправедливость пошла, кто-то что-то делает не так здорово, как должен, или кто-то не замечает, как я что-то делаю. И мы, конечно же, сперва злимся на ту или иную личность или на общество в целом, на церковь, на пастора, на кого угодно. Но потом это перерастает на то, что возмущение мы направляем в итоге к Богу. В итоге обида идет на Бога. И, к сожалению, порой бывает, когда мы это не высказываем, не получается решить эти моменты, то это разочарование растет. И мы говорим, Господи, ну, Ты знаешь, вообще что-то не то происходит. Наверное, я буду по принципу с Богом в сердце. Вот чтобы меньше, меня вообще где-то дергали, напрягали. Да и в целом, если уж так пошло, если меня не замечают, если я не получаю то, что очень хочу получить, я не буду нигде участвовать. И знаете, что здесь очень страшно и опасно? Это то, что, во-первых, этот принцип, это мышление, оно перерастает на все сферы жизни. Это раз. А во-вторых, это то, что получить-то, возможно, мы просто не то хотим. Мы не то хотим получить от нашего служения, от нашей работы. И если мы продолжаем искать это не то, то потом выходит так, что мы не можем ощутить полную удовлетворенность и радость от жизни нашей. А ведь этого так хочется каждому, друзья мои. Вот реально, вот согласитесь. Ведь мы же все знаем, тысячи раз это слышали, что трудимся мы, работаем мы не для того, чтобы просто получить ради чего-то другого. И в служении мы участвуем не для того, чтобы просто поставить галочку и чтобы это на спасение наше повлияет. Вот если я не буду здесь служить, то, не дай Боже, не попаду в царство его. Мы это все прекрасно понимаем, что не ради этого. Каждый из нас хочет получить удовлетворение в жизни, радость, счастье. Вот ради чего это все. Но не получается. Потому что иногда ищем не там. Мы хотим получить не то. Следующий момент, очень важный. Чем ближе ты к Иисусу, тем меньше тебе хочется быть замеченным людьми и получить какую-то похвалу от них. Это закон, друзья мои. Чем ближе ты в отношениях с Иисусом, тем меньше тебе хочется получить похвалу от людей, быть замеченными твоим обществом, твоим окружением. Почему так происходит? Почему так происходит? Чем дальше ты, соответственно, от Иисуса, тем больше ты хочешь, чтобы тебя заметили, похвалили, повысили и так далее. Все максимально просто, друзья мои. Все максимально просто. Это как раз срабатывает мотив. Когда ты понимаешь конкретно, что ты, например, служишь, ты служишь реально для Иисуса. Ты служишь для Иисуса. Ты понимаешь, что Иисуса я воочию не вижу. Но он не сидит передо мной здесь на стуле. По крайней мере, я этого не вижу. Но я делаю это для него. И все, что думают окружающие люди, видят они, не замечают они этого. Сколько людей пришло, сколько людей меня услышало. Получилось у меня так, как хотели бы люди, чтобы получилось. Вышло у меня совсем иначе. Я понимаю, что все это реально у меня решается здесь. Если речь идет о служении, то вот я и Он, я и Иисус. И знаете, сколько раз, да и продолжай, наверное, попадаться на эту ловушку от Лукавого, когда в служении Он тебе подсовывает какой-то другой момент. И когда ты не хочешь стать ближе к Иисусу, а ты хочешь стать ближе к какому-то своему видимому идеалу, ближе к тем ощущениям того, что ну вот ты молочина, ну вот ты просто, ну просто красавчик. Я хочу, чтобы вы не путали. Я ни в коем случае не говорю о том, что это не должно быть. Вот это есть похвала других людей. Это, наверное, наше где-то естественное чувство, но где оно на шкале наших приоритетов? Понимаете? Это спрашивать должен Господь у пастора, у начальников, у лидеров, когда они не замечают то, как вы стараетесь, никак на это не реагируют. Но вы-то и Бог, вот вы сейчас вдвоем. И сколько раз я попадался на ловушку, когда ты вроде бы готовишь проповедь. Для кого ты готовишь проповедь? Ты готовишь проповедь конечно для общины своей, безусловно, для себя. Но ради чего на самом деле, ради чего? То есть, что для тебя важно? Где ты получишь удовлетворение? Где ты поймешь, что классно попал, ты сделал все так, как Господь хотел, чтобы ты сделал? И знаете, когда часто смещаются вот эти акценты, мотивы, ты приходишь на служение, ты готовился, ты старался приготовить так, чтобы все все вот сказали, ах, ну получилось. Ты приходишь и видишь, полобщины вообще нету. И ты думаешь, ты сейчас переживаешь, тебе это огорчило. Из-за чего? Из-за того, что эти люди не услышат, не услышат ту весть, которую ты приготовил, Господь приготовил через тебя. Или ты расстраиваешься, переживаешь, что не будет тех людей, которые бы вслух или про себя тебе похлопали и сказали еще раз, ну вот это у нас, конечно, пастор, ну талантливый парень, ну это же надо такое. Концерт, когда бывает, если связан с пением, с прославлением, ты хочешь, чтобы действительно сейчас Господь прославился и ты вот с Ним сейчас. Или тебе важно, было больше людей, которые это все увидели. И каждое служение, каждое служение, это может быть, наверное, знаете, больше всего в этом обезопасены те люди, которые изначально служат в тени. Такие люди есть, у них другие сложности могут быть, другие вызовы, другие проблемы. Но даже там есть вот это искушение, когда у тебя всегда есть какой-то партнер, коллега, который не дотягивает, и тебе хочется с этим прийти и рассказать, чтобы все поняли, что смотри, ты вот стараешься, а там кто-то недорабатывает. Ну, пожалуйста, подчеркните, что я классный, у меня все получилось. А когда ты реально близок к Господу, и ты понимаешь, что да, это все важно, и я верю, что я получу похвалу, я получу похвалу в свое время, но, Господи, я выложился по полной. Ты знаешь, я чувствую, что ты доволен, ты счастлив, и я счастлив. И у тебя не нарастает это чувство обиды, у тебя не нарастает ощущение того, что кто-то тебе что-то должен, ты свободен, ты получаешь удовлетворение от процесса, потому что знаешь, что Господь радуется, и ты радуешься. И здесь очень важно подметить, что в наше общество сегодня, друзья мои, делает все для того, чтобы мы как раз жаждали этой подпитки лайков, положительных комментов и ощущения того, что тебя ультра ценят и что ты классный. Смотрели фильм с семьей, не с семьей, точнее, мы посмотрели фильм с моей любимой женой, вдвоем «Социальная дилемма» называется, не знаю, возможно, кто-то видел, возможно, кто-то нет. Фильм документальный о том, каким образом сейчас работает вся вот эта система социальных сетей. И там очень интересно, я не буду все рассказывать, я думаю, вам будет полезно посмотреть на самом деле, не потратите время зря, поверьте. Но там есть один персонаж, девочка, иногда художественные пририсовочки такие, иногда документальные, и вот в художественной пририсовочке там есть персонаж, девочка, которая, она не видит этот мир, она не видит мир, все, что происходит здесь, для нее важно, что у нее на телефоне, ей очень важно, как отреагирует на ее пост. Она выставила один пост, где кажется себе очень красивой, и пошли лайки, пошли комментарии, она закрылась от всего, она вот с этим телефоном один на один, и она читает, о, классно, симпатюлька там, ее наполняет счастье, и потом следующий комментарий, говорит, что это у тебя, что это за слон, у тебя ухи, как у слона, ну, в таком стиле, уши, как у слона у тебя. И очень классно, девочка там играет, она прячет волосы, и радость пропадает, все остальные лайки, все остальные комментарии для нее уже не важны, она почувствовала, что ее кто-то не оценил так, как она бы хотела. Ей не важно, как думает папа, ей не важно, как думает мама о ее внешности, она живет этим комментом теперь. Она смотрит на себя в зеркало, и ей кажется, что она некрасивая, и что уши у нее действительно слонячие уже. И вы знаете, я думаю, как сильно дьявол сейчас работает вот на то, чтобы надавить на наше, на это ощущение, что ты получил признание общества, причем, причем, чтобы было исключительно положительное, положительный отклик от того, что ты делаешь. И ты забываешь реально, для чего ты это делаешь, для кого ты это делаешь. И это так тяжело порой. А Господь хочет нас освободить от этого на самом деле. И он хочет сказать, что смотри, когда ты делаешь, ты делаешь для Господа. Если ты знаешь, что Господь доволен твоей работой, то ты получаешь максимальное удовлетворение и счастье от этого. И когда ты понимаешь, что действительно ты выкладывался, и ты доволен. И следующее, друзья мои, в этой истории не обстоятельства, мы видим, что не обстоятельства определяют твой путь и близость к Иисусу. А твои решения? А твои маленькие решения? Смотрите, Марфа и Мария, они родились в одной семье. У них были одни родители. Они вместе росли, они развивались. И так получилось, что даже когда они выросли, они все равно продолжали быть вместе. И вот смотрите, как интересно. Да, конечно, они пошли по разным путям. Мы не знаем, кем работала Марфа. Нам больше известно, кем продолжительное время или какой-то период времени точно кем работала, как зарабатывала на жизнь Мария. Она была блудницей. Да, это именно та Мария, которую Господь освобождал от семи бесов, которую Он освобождал от этого блуда. Они пошли по разным дорогам. Но, тем не менее, они вот здесь вместе, в одном доме, в одной комнате, и Иисус рядом на несколько шагов на уровне протянутой руки от них, и от Марф, и от Марии. Они в одних и тех же обстоятельствах здесь и сейчас. Но на уровне маленьких решений и мотивов, конечно же, на каком огромном расстоянии они находятся, на самом деле, друг от друга сейчас. И от Иисуса в том числе. Марфа выбрала для себя путь получить, получать вот эту похвалу, мотивацию посредством своих, своего труда. Мария, Мария, она выбрала для себя сейчас путь быть рядом с Иисусом. И на самом деле, друзья мои, быть у ног Иисуса и ощущать этот мир и покой, это же основа нашей веры, основа нашего христианства. Но этого так редко сегодня можно увидеть. Так редко. Вы знаете, когда я размышлял над нашей общиной, она у нас просто потрясающая. Я так ее люблю. Я в хорошем смысле слова горжусь. Я готов порвать всех и вся за моих членов церкви, за мою дорогую церковь, за мою общину. У нас есть мечта, у меня есть мечта подружить тысячу человек с Иисусом, чтобы наша община была большой. И я знаю, что кто-то уже вдохновился этой мечтой, кто-то, возможно, еще нет. И вы знаете, я размышляю над этой мечтой в контексте этой истории о Марии и Марфе. Я думаю так, Господи, я знаю, что Ты можешь дать нам это, и Ты дашь реализовать эту мечту. Но, Боже, если в процессе достижения ее, и потом, когда мы ее достигнем, если мы начнем уходить вот в это администрирование, в эту суету, в желание услышать похвалу от других людей, что ничего себе, вы знаете, Абстрим Чорч, они с 25 людей стартовали, а сейчас посмотрите, это мега церковь, у них все классно, у них такое служение, у них туда люди приходят каяться. И это все может напомнить нас, друзья мои. И если это все будет нас наполнять, то упаси Господь. И пускай Он корректирует наши планы, наши видения, наши цели, достижения их таким образом, чтобы мы, несмотря на обстоятельства, потому что не они решают, мы продолжали находиться у ног Иисуса. И вы знаете, можно иметь церковь, общину, окружение в 10 человек и быть где-то там на кухне, не рядом с Иисусом, а постоянно в какой-то суете. И можно быть в окружении вот такой огромной церкви, но продолжать находиться у ног Иисуса рядом, потому что для Тебя это самое важное. И точно так же наоборот, не обстоятельства, друзья мои, Твои решения, Твои мотивы, то, куда Ты стремишься, то, что для Тебя важно. И Мария выбрала этот путь. Господи, я выбираю этот путь. И помоги мне сегодня, помоги мне сегодня, и Вы можете про себя повторять за мной эти слова, помоги мне сегодня увидеть те мои решения, которые отводят меня от Твоих ног, Господи. Помоги мне сегодня проанализировать то, что я делаю, с каких мотивов я это делаю. И если для меня важно больше признание людей, если для меня важно больше услышать где-то похвалу, Господи, просто покажи мне эти моменты, помоги мне исправить какие-то мои решения, маленькие или большие, чтобы я независимо от обстоятельств находился рядом с Тобой и получал это удовлетворение, радость и покой. Это же христианство, друзья мои. Если этого не будет, то мы будем продолжать жить в этой суете, как аппендицит у нас будет вот эта позиция, что ну посмотрите, я же с Иисусом, у меня мир и покой, радость, а люди будут смотреть, а где Он? Люди, которые нас окружают, верующие, неверующие, они будут говорить, подожди, а где этот мир и покой? А мы говорим, ну как где, где, ну вы Иисусе же где? У меня все хорошо, у меня все хорошо, так это мантра твоя, это нереальность. Иногда бывает так, что ответ на вопрос, как у тебя дела, а то у меня все классно, у меня все нормально, слава Богу, все потрясающе, а внутри, слушай, мне так тяжело, я так загнан в этой суете, и служение мое, это часть этой суеты большой. И мы можем находить массу оправданий, думать, вот там мне сложно, вот там мне сложно, а почему? Кто виноват в этом? А во-первых, задать вопрос для себя, а ради чего я это все делаю? Для кого я это все делаю? Что я хочу? Я хочу быть рядом с Иисусом, я хочу, чтобы это все было Ему? Или для меня архиважно, чтобы кто-то подчеркнул сейчас, как классно, какое здесь молочинка? Важно и то, и другое. Но если превозмогает второе, мы не ощутим радости, удовлетворенности в жизни нашей христианской. А если превозмогает первое, мотив быть рядом с Иисусом и делать для Него радость, удовольствие, будут наполнять нас. И мы будем стремиться, бежать сюда в церковь, стараться прийти сюда как можно пораньше, стараться сделать все как можно лучше, потому что, Господи, для Тебя, понимаешь, а не для того, кто меня попросил. Он попросил, этот человек, потому что Ты через него меня попросил. Я делаю это для него, для моего босса, начальника на работе, только лишь на том уровне, что он как бы, потому что он, типа, как посредник, что ли, сейчас между мной и Тобой, потому что я его вижу сейчас. И, Господи, помоги мне в моем начальнике, в моем руководителе, в моем лидере, в моем пастыре увидеть Тебя, Господи. Ты меня просишь это сделать. И тогда, друзья мои, я верю, что все будет иначе. Тогда больше будет радости в нашей жизни, больше энергии. И последнее, и последнее. Не беспокойся о многом, выбери лучшее и иди к нему. Очень красиво звучат последние тексты этой истории в современном переводе Кулакова, под редакцией Кулакова. Послушайте. Господь ответил ей, Марфа, Марфа. Знаете, мне так интересно, с какой интонацией это Господь говорил. Ведь, по сути своей, друзья, текст передает лишь малую часть информации, которую передают наши эмоции, наши интонации. Как бы хотелось узнать, как бы хотелось прослушать в аудиоверсии, начитанной самым Иисусом, чтобы Он вот сейчас мог передать эту интонацию. Марфа, Марфа. Я не думаю, что это было так. Типа, оу, оу, успокойся. Ты что? Это было желание реально, чтобы эта девушка ощутила сейчас вот этот момент, который она теряет, момент. Ведь Иисуса вот так вот рядом на стуле сидящего, Его скоро не будет. Сейчас тот момент, когда ты можешь пообщаться с Ним лично. Послушай, ты еще всю жизнь оставшуюся будешь куховарить, будешь служить, будут люди замечать это, кто-то не будет замечать. Но это все не так важно. Посмотри, что сейчас важно. В этот период твоей жизни, в этот момент, слови этот момент, побудь со мной. Если ты не словишь этот момент, пребывание со мной рядом, кто бы что ни говорил, тебе будут хвалить, потом все тебя будут подмечать, тебе будет казаться мало, ты будешь брать еще служение, ты будешь брать еще работу, чтобы самоудовлетвориться. Но этого не будет, понимаете? И он ей говорит, Марф, Марф, ты заботишься и беспокоишься о многом, а нужно только одно. Мария избрала наилучшее, и этого у нее не отнимут. Он не говорит замечание Марии, почему ты там не помогаешь Марфе, своей сестре, ведь это нормально, это естественно, это справедливо. Он говорит, Марф, пожалуйста, услышь, то, что тебе сейчас необходимо, это побыть рядом со мной. Ощути то, как здорово здесь побыть в присутствии той личности, которая никогда тебя не осуждает, которая никогда тебя не перехвалит и не дохвалит, которая просто хочет, чтобы ты был счастлив уже даже здесь, на земле, независимо от мнения других людей, чье мнение о тебе всегда максимально справедливо, максимально с любовью, когда к тебе эта личность обращается, обращается, и ты, находясь в этом присутствии, понимаешь, что мне все остальное по сути не важно. Конечно, я буду делать то, что хочу делать, не должна, хочу, но для меня вот это важно, Господи, я нахожусь в Твоем присутствии. Как мы можем сегодня прийти в это присутствие? Как мы можем выбрать это наилучшее, что выбрала Мария? Друзья мои, я продолжать буду говорить это сколько нужно себе и вам, каждому, когда мы утром просыпаемся, когда мы начинаем день, сразу суета нас поглощает, и мы вспоминаем цели, планы, их много, на работе, возможно, ты руководитель, возможно, ты подчиненный, и там, и там ответственность, нагрузка, суета хочет тебя заполучить в свои оковы, она хочет тебя приковать к этой тяжести этого мира, а там еще, а там еще инстаграм, а ты выставил пост недавно, и ты так и норовишь посмотреть, сколько там получилось лайков, как кто отреагировал, не дай Бог, ты еще блогер, о Господи, тогда вообще у тебя проблемы серьезные в жизни, а Господь хочет сказать, что, послушай, вот сейчас, буквально на несколько минут, отвлекись от всего, от обид, от чувства несправедливости, что ты такой молочинка, а тебя так не замечают, недооценили, приди ко мне сейчас, помолись, выскажи все мне, выскажи, Марфа, ты молочинка, что ты высказала, а теперь послушай меня, послушай меня, Олег, Олег, мне так нравится, когда два раза имя подряд, обычно, когда два раза имя подряд, это знаешь, что-то, сейчас очень важно, родной, пожалуйста, родная, услышь, вот сейчас главный момент, и потом, когда ты дальше окунешься в эту, в эту суровую рутину, ты дальше будешь возвращаться в это присутствие, ты делаешь работу, тебя кто-то не заметил, кто-то тебя обидел, ты говоришь, Господи, а я чувствую, что, что ты рядом, и что ты говоришь, ты молочинка, я это чувствую, и ты наполняешься спокойствием, радостью, удовлетворением, которое без этого получить просто не можешь, и когда мы смотрим дальше в Библию, мы можем увидеть на плоды, я не знаю, как закончилось все для Марфы, я лишь могу смотреть в Библию, где она один раз упоминается в Евангелии еще в Иоанна, когда Лазарь умер, Иисус приходит, и Марфа бежит к Иисусу, и она говорит, Господи, ну почему ты раньше, если бы ты раньше пришел, и начинается диалог, и потом она дальше продолжает еще клопотать немножечко, потому что продолжает вот эту административную функцию включать, потому что, когда Иисус приходит, и вот-вот, Он сейчас воскресит Лазаря, и говорит, пожалуйста, отодвиньте камень от гробницы, а у Марфы включается вот эта административная ее, знаете, подожди, подожди, Иисус, не надо, нет, зачем, ты понимаешь, четыре дня, я точно помню, четыре дня уже во гробе, не надо этого делать, но она потом отходит, и хочется верить, что она вспоминает, да, Господи, да, я хочу сейчас быть в Твоем присутствии, кто что не подумает, возможно, гости будут сейчас думать, что это безумие, зачем, как могла я, как сестра допустить этого, пускай они думают, Господи, я хочу быть в Твоем присутствии, что Ты делай, Ты делай, пожалуйста, что Ты хочешь сделать сейчас в моей жизни, Ты сделай это в моей жизни, если Ты хочешь, чтобы я сделал те вещи, которые другие люди не поймут, я сделаю это, потому что знаю, что так будет лучше для меня, я стану ближе к Тебе, и Ты прославишься, и все будет прекрасно, но Мария, друзья мои, Мария, она дальше появляется и у креста, и у распятия, когда все ушли, она продолжает быть рядом с Ним, и когда даже Иисус умер, и надежда для всех умерла, она приходит, я верю, что с каким-то кусочком, маленьким оставшейся надеждой к этой гробнице, когда Иисус, Он должен был быть там, она рассчитывала, что увидит Его, что помажет ноги Ему там, и омоет Его полностью маслом, но она не увидела, и она первая, услышите, первая, кто увидела Иисуса Воскресшего, первая во всей вселенной, кто увидел Иисуса Воскресшего, первая, потому что Иисус сказал ей, не прикасайся сейчас ко мне, еще к Отцу Своему не вошел, то есть представьте, Иисус еще даже с Отцом Своим не увиделся, а Мария его увидела уже, какая честь, какая радость, и это та жажда, которую мы испытываем, желая быть рядом с Иисусом. И сегодня, если ты разбит, если ты чувствуешь какую-то несправедливость, просто помни, что ты в этом мире на самом деле Господин посланник, в этот же самый момент друг Его, и ты сейчас излей все, что у тебя на душе своими словами Иисусу, и начни с прославления, начни прославлять своего Господа. И в этом прославлении действительно пожелай, пожелай быть рядом с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok